Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, давайте попробуем немножко поговорить о том, что есть спорного, что есть нового в лечении опухолей головы и шеи. Это 5% от всех злокачественных опухолей, но тем не менее это социально значимая проблема, которая требует, безусловно, своего решения. И иммунотерапевтические препараты, иммуноонкологические препараты, они уже заняли свое стабильное место в лечении этой патологии. И начали мы, конечно, с развития второй линии терапии, когда у нас пациенты прогрессировали на стандартном платиновом дуплете, и, к сожалению, это было неизбежно, выживаемость пациентов была очень невысокой. И примерно с 2020-2019 года у нас стойко в нашу клиническую практику вошли два препарата, это Ниволумаб и Пембролизумаб, которые мы сейчас можем эффективно использовать в рамках второй линии терапии. Зарегистрированы они были на основании двух известных исследований, КИНОТ-040, это исследование, посвященное введению Пембролизумаба во вторую линию терапии, которое позволило увеличить общую выживаемость у пациентов с опухолями головы и шеи, плоскоклеточным раком во второй линии лечения, и позволило не просто медиану общей выживаемости увеличить, а позволило показать и достигнуть результата одногодичной выживаемости в 40% случаев у всех пациентов, у которых опухоль хотя бы в минимальном количестве экспрессирует PD-L1 рецептор. И это был очень хороший результат, потому что никаких до этого момента успехов особенных мы не достигали у данной когорты пациентов. И второе исследование, исследование Checkmate 141, позволило нам использовать Ниволумаб, также у пациентов, прогрессирующих на препаратах платина, и сейчас мы имеем данные о двухлетней выживаемости пациентов с рецидивирующим или метастатическим плоскоклеточным раком органов головы и шеи, которые получают вторую линию терапии. 11,7% 30-месячный рубеж смогли пережить на второй линии лечения. Прекрасный результат. Из спорных вопросов, которые касаются второй линии терапии, это, безусловно, необходимость или полная невозможность или отсутствие этой необходимости исследовать PD-L статус у пациентов. И, наверное, во второй линии лечения у нас такой вопрос стоит в меньшей степени, чем в первой, потому что все пациенты, вне зависимости от уровня экспрессии, получают определенный выигрыш от назначения иммуно-онкологических препаратов во второй линии терапии. Но на самом деле и вторая линия не стоит на месте. И на АСКО-2020 было представлено достаточно небольшое, но интересное исследование наших японских коллег, которые попытались сочетать неволумаб с цитуксимабом. Цитуксимаб – известный таргетный препарат, также хорошо себя зарекомендовавший у данной когорты больных. И, конечно, были получены определенные положительные результаты, которые позволяют задумываться о возможном синергетическом использовании ингибиторов и GFR-1 и анти-PD-1 препаратов, особенно в той группе пациентов, у которых опухоль хорошо экспрессирует PD-L1 рецепторы и ее микроокружение, и у P16 негативных пациентов, которые представляют из себя наибольшую когорту больных, особенно с неурафаренгиальным раком. И то, что у нас относится к разряду прорывов последних лет, это, конечно, возможность использования иммунотерапии в первой линии лечения. И здесь исследование KNOD-048, безусловно, дало нам две большие возможности. Это использование пембролизумаба в монорежиме и пембролизумаба в сочетании с платиносодержащим дуплетом. Исследование сравнивало пациентов, у которых был впервые зарегистрирован рецидив или метастатический процесс, и все пациенты были рандомизированы на три разных рукава. Они были абсолютно сопоставимы по своим демографическим и клиникам орфологическим характеристикам во всех трех группах. И те группы, которые смогли получать пембролизумаб в рамках первой линии лечения в монорежиме, те пациенты, они сейчас уже пережили четырехлетний рубеж, практически 16% из них. Это очень хороший результат. Четыре года для пациента с рецидивом заболевания. Мы еще несколько лет назад говорили о выживаемости, не превышающей девяти месяцев. Причем те результаты, которые были получены, они безусловно достоверны, и использование пембролизумаба в монотерапии в первой линии значительно снижает риск смерти, и особенно этот риск смерти снижается у тех пациентов, опухоли микроокружения, опухоли которых значительно экспрессирует легант к рецептору программируемой клеточной гибели первого типа. Но даже те пациенты, у которых есть хотя бы один положительный уровень экспрессии, они тоже получат значительную выгоду. Большой вопрос, конечно, спорный вопрос, что делать с теми пациентами, у которых СПС меньше единицы, но однозначных данных о том, что эти пациенты никакой выгоды от пембролизумаба не получат в первой линии лечения, мы на сегодняшний момент тоже не имеем, поэтому это является сейчас достаточно важным и крайне острым вопросом. Если оценивать частоту ответа, а для опухоли головы и шеи это очень важно, потому что, как правило, это пациенты симптомные, это пациенты с большим клиническим проявлением, и, конечно, все, что нам хочется изначально, это снизить ту опухолевую массу, которая доставляет нашему пациенту столько проблем. Если по частоте объективных ответов пембролизумаб в монорежиме может быть несколько и проигрывал стандартному режиму экстрим, то по длительности ответа у тех пациентов, которые его достигали, пембролизумаб, конечно, значительно выигрывает, а наша задача не просто достичь эффекта, а попытаться его удержать. Практически 22,5 месяца против 4,5, но это прекрасный результат. Безусловно, любое новое лечение несет нам новые токсические эффекты, но использование пембролизумаба в первой линии терапии не увеличило количество нежелательных явлений, оно принесло свои иммуноопосредованные нежелательные явления, но количество нежелательных явлений 3-5 степени за счет использования пембролизумаба в первой линии нисколько не увеличилось по сравнению со стандартной терапией. И огромный интерес представляет, конечно, комбинированная химия иммунотерапия, которая тоже как опция на сегодняшний момент должна быть введена в лечение первой линии пациентов с рецидивирующим метастатическим плоскоклеточным раком органов головы и шеи. Тому есть, безусловно, научное обоснование. Мы прекрасно понимаем, что химиотерапия способна потенциировать действия иммуноонкологических препаратов. Именно на этом основана возможность комбинированного использования. И действительно, такое сочетание пембра с химиотерапией тоже позволило нам в общей популяции пациентов при анализе исследования Экинот 0,48 значимо увеличить показатели выживаемости. И если медианы относительно сопоставимы, 13 и практически 11 месяцев, то 36-месячная выживаемость и даже 4-летняя выживаемость значительно лучше в той группе пациентов, практически на 50%, лучше в той группе пациентов, которая получает комбинированную химио-иммунотерапию. Опять же, безусловно, лучший результат получают те пациенты, у которых опухоль наиболее иммуногенна, у которых опухоль относится к разряду горячих опухолей за счет высокого индекса СПС, но и те пациенты, у которых он просто больше единицы, тоже значительно улучшают свои показатели выживаемости. Что касается выживаемости без прогрессирования, здесь как раз вот еще один спорный вопрос. Если оценивать только медиану, то медианы сопоставимы при использовании стандартной терапии, при использовании химио-иммунотерапии, но в случае комбинации пембролизумаба с химиотерапией мы можем говорить о том, что двухлетняя выживаемость у тех пациентов, которые получают комбинированную химио-иммунотерапию, она практически в два раза больше, чем у тех пациентов, которые получают стандартный режим экстрим. Практически 10 пациентов из 100 могут пережить двухгодичный рубеж, особенно если у них опухоль высоко экспрессирует леганкорецептору программируемой клеточной гибели первого типа. Что касается частоты объективных ответов, то за счет комбинации иммуно-онкологических препаратов с химиотерапией здесь частота объективного ответа в сравнении со стандартным режимом экстрим будет абсолютно одинаковой. Но длительность этих ответов также будет дольше сохраняться у той группы пациентов, которая получает комбинированную химио-иммунотерапию. И нежелательные явления также не вызывают у нас каких-то особенных вопросов, если мы цитоксимаб условно заменяем на пембролизумаб и добавление к платиносодержащему дуплету. И на ЭСМА-2020 были представлены данные 4-годичной выживаемости пациентов в первой линии лечения. Посмотрите, пожалуйста, какие прекрасные результаты. Даже в общей популяции нам удалось повысить показатели общей выживаемости. Они составили 8,14-9%, соответственно, в зависимости от монотерапии или комбинации. И особенный выигрыш получали пациенты, опухоль которых относилась к высокоиммуногенной. Поэтому, конечно, мы сейчас должны стремиться к тому, чтобы этот режим вошел у нас в стандарты. И мы должны действительно выбрать правильную терапию. Мы должны решить монотерапию. Мы будем давать стандартный платиносодержащий дуплет с таргетным препаратом. Или мы будем давать комбинированную химио-иммунотерапию. Конечно, у нас все будет зависеть от времени завершения после предыдущего платиносодержащего лечения, возможно, в инициальной фазе, и, возможно, от уровня PD-L1 рецептора. У нас уже есть сейчас европейские рекомендации, которые позволяют нам достаточно адекватно решить, какому пациенту нам нужно назначить пембролизумаб в монотерапии. Как правило, это те пациенты, у которых не ярко выражены симптомы заболевания, у которых есть высокий уровень PD-Л-экспрессии, высокий индекс СПС. Но и для тех пациентов, у которых есть минимальный уровень экспрессии PD-L1, минимальный показатель СПС, у которых есть симптомы заболевания, мы можем их купировать за счет, возможно, вот того добавления химиотерапии к пембролизумабу, когда мы начинаем лечение первой линии. И прекрасно отметить, что 26 апреля 2021 года эта комбинация иммунотерапии к пембролизумабам в первой линии были опубликованы в рекомендациях русского лечения опухолей головы и шеи. Мы ожидаем их внедрения в рекомендации АОР и публикации на сайте Минздрава. Небольшой клинический пример о возможности использования женщины 50 лет. У нее сложный анамнез, у нее первые симптомы появились аж в октябре 2011 года, когда появилось округлое образование на шее. Она была обследована, ей делали ультразвуковое исследование, сделали цитологическое исследование, увидели метастатическое поражение цитологически, похожее на железистый рак. Действительно решили, что это опухоль слюной железы, но тем не менее в рамках комплексного обследования ее посмотрел лор-специалист, увидел некий инфильтрат в области небной миндалины, но на тот момент верификации и подтверждения злокачественного процесса в небной миндалины не было, и пациентки провели радикальное хирургическое лечение, выполнили операцию крали или радикальную шейную лимфодиссекцию, субтотальную резекцию околоушной слюной железы, и получив морфологическое заключение о том, что это метастазы плоскоклеточного рака, а не аденогенного рака, и отсутствие опухолевого роста в тканях слюной железы, мы стали проводить более углубленные исследования, и мы установили, что эта опухоль ассоциирована с вирусом папиллома человека с достаточно небольшим индексом пролиферации, и наш диагностический поиск, собственно, основывался на существующих на сегодняшний момент стандартах, которыми мы пользуемся при диагностике опухоли неясной первичной локализации с проявлениями в области головы и шеи. Данный процесс мы расценили как ВПЧ-позитивный орофарингеальный рак, выполнили тонзилоктомию и подтвердили микрокарциномы, плоскоклеточный нейроговевающий рак, также П-16 ассоциированный. Таким образом, у пациентки рак лево-необноминдалины с метастазами в оклоушную слюную железу и лимфатические узлы Т1Н2БМ0, ей провели послеоперационный курс лучевой терапии и отпустили. И с июля 2012 года пациентка находилась под динамическим наблюдением, все у нее было хорошо. Вот наступает эпоха ковида, в феврале 2020 года у нее появляются первые симптомы кашля, с подозрением на ковид она попадает в инфекционный стационар, но картина для ковида нехарактерная, клиническое проявление тоже нехарактерное, ей выполняют фибробронхоскопию, видят давление изне субсегментарных бронхов и начинают ее обследовать. Делают компьютерную магнитно-резонансную томографию органов головы и шеи, делают КТ грудной клетки. И по результатам биопсии, сделанной при бронхоскопии, подтверждают метастаз плоскоклеточного рака P16, ассоциированного с высоким уровнем экспрессии PD-L1 до 80% только в опухолевых клетках. То есть это фактически ТПС. И, конечно, у нас возникал вопрос, что эта картина может соответствовать опухоли легкого. И таким образом у пациентки первично множественный процесс. Но нет, мы просили Евгения Наумовича провести молекулярно-генетическое исследование. И молекулярно-генетический профиль был сопоставим в обеих опухолях, которая была в 2011 году и в 2020 году. Таким образом, пациентка была расценена как метастатическая по поводу рака орофрингеальной зоны. И под руководством Сергея Владимировича Орлова с мая 2020 года мы начинаем пембролизумаб в монорежиме. На сегодняшний момент пациентка все еще продолжает лечиться. У нее выраженный частичный ответ после 15 введений пембролизумаба. Она себя прекрасно чувствует. У нее нет выраженных нежелательных явлений. И таким образом, проведя такой диагностический поиск и предложив пациентке монотерапию пембролизумабом в первой линии, мы позволили ей сейчас прожить без прогрессирования 15 месяцев. Будем наблюдать, что будет дальше. В рамках первой линии лечения тоже мы задумываемся о возможности комбинации таргетных препаратов с иммуно-онкологическими препаратами. Та же группа ученых уже на АСКО 2021 представила результаты первой линии лечения, предварительные результаты сочетания ацетуксимаба с ниволумабом. Но здесь пока данных обнадеживающих нет, потому что показатели общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования сопоставимы с результатами, полученными при стандартной терапии. Но, возможно, есть подгруппа пациентов ВПЧ-ассоциированных, пациентов, у которых опухоль высоко экспрессирует, PD-L1. Возможно, они наилучшим образом могут отвечать на такую терапию. И если говорить о совсем новом в отношении иммуно-онкологических препаратов опухоли головы и шеи, это, конечно, рак носоглотки. У нас начинают появляться перспективы первой линии лечения. У нас есть в стандартах ингибиторы PD-1 как возможная опция для лечения опухолей носоглотки. Но мы прекрасно понимаем, что это абсолютно особая когорта пациентов. Она реагирует не так, как опухоли полости рта или опухоли ротоглотки. И, конечно, несмотря на то, что этих пациентов крайне мало, нам хочется улучшить результаты лечения, потому что, как правило, эти пациенты не могут быть пролечены хирургическим путем. У них есть большие сложности с лучевой терапией, особенно если она когда-то была проведена, близость головного мозга. Все это вызывает определенные проблемы. И то, что было представлено на АСКО-2021, это, к сожалению, оба исследования были представлены нашими азиатскими коллегами и оценена была только азиатская популяция. Но, тем не менее, оба этих исследования были представлены на пленарной сессии. И они показывают нам возможность использования не только новой комбинации цитостатиков, которых, к слову сказать, у нас пока нет в клинических рекомендациях по поводу опухолей носоглотки, это сочетание гемцитабина с цисплатином, но и возможности использования двух новых антипедиадин препаратов, это каморелизумаб, это одно исследование Captain First. За счет такой комбинации исследователям удалось увеличить и время беспрогрессирования, и общую выживаемость пациентов, и они смогли оценить даже полуторагодичную выживаемость. Даже по медианам имеется значимый прирост как выживаемости беспрогрессирования, так и общей выживаемости. И второе исследование, это Юпитер-02, там исследовался еще один препарат, Ториполимаб, это тоже антипедиадин ингибитор, исследовался он с теми же цитостатиками, гемцитабином и цисплатином в сравнении с плацебо, и тоже данные крайне обнадеживающие. Возможно, стоит задумываться о том, чтобы результаты данных исследований попытаться, не результаты данных исследований, а дизайн данного исследования перенести с азиатской популяции на европейскую и общемировую, потому что действительно очень сложная когорта пациентов. Но я надеюсь, что чем дальше мы будем идти, тем больше у нас будет возможностей. И такие конференции, которые организуются Институтом онкологии, они нам только помогут узнавать что-то новое и, возможно, разрабатывать что-то новое. Я очень на это надеюсь. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.